Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Кандидатов уже шестеро. Кто из претендентов на пост губернатора края не прошел муниципальный фильтр? Из Барнаула на линию соприкосновения в Алтайском крае изготовили уникальную защитную экипировку для разведчиков. Он пережил банкротство и возрождается из пепла. 155-летие отметил один из старейших заводов края. Один человек погиб, семеро пострадали, в том числе ребенок. В Чемальском районе Республики Алтай произошло серьезное ДТП. Осенизаторский грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором ехало 20 туристов. И, к сожалению, это далеко не первый трагичный случай с туристами в Горном за последнюю неделю. Так, 25 июля на пути на Каракольские озера перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66. Из 16 пассажиров травмы получили 11, шестеро из них дети. Один человек погиб. А 27 июля в селе Тюнгур разбился вертолет Ми-8 с туристами. Погибло 4 человека. Семерых доставили в больницу. Позже троих перевели в медучреждение Алтайского края. Однако спасти женщину с ожогом тела 95% не удалось. Она скончалась на этих выходных. Известно, что у еще одной доставленной пациентки ожог тела составил 80%. Она находится в Алтайском центре термических ожогов в городской больнице номер 3, сообщают в Минздраве края. Туда же перевели и мужчину с ожогами тела 40%. По словам главврача горбольницы номер 3 Александра Шпигоцкого, тактику лечения они согласовывают с московскими коллегами. И к другим темам. За кресло губернатора Алтайского края будут бороться 6 кандидатов. Именно столько политиков вместо ожидаемых 9 предоставили подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра. Регистрация в качестве кандидата на выборах губернатора края завершилась в минувшую субботу 29 июля. Необходимый пакет документов, в том числе подписи депутатов, представили 6 кандидатов. Это действующий губернатор края Виктор Томенко, кандидат от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Евгения Боровикова, от ЛДПР Сергей Булаев, от партии «Новые люди» Владислав Вакаев, от Российской партии «Пенсионеров за социальную справедливость» в Алтайском крае Елена Хрусталева, и от коммунистов России Сергей Маленкович. Примечательно, что среди трех кандидатов, которые не подали подписи в избирком, секретарь Алтайского комитета партии КПРФ Мария Прусакова, по мнению ряда местных политологов, такой исход был вполне прогнозируемый. Результатом стала провальная кампания муниципальная 2020 года для КПРФ, и им не хватало муниципального фильтра, собственно говоря, всей нашей оппозиции вообще, даже в сумме не хватало муниципального фильтра на одного кандидата. В данном случае отказ от переговоров с властью изначально ставят крестом на участие Марии Прусаковой в губернаторской кампании. Политолог отмечает, что от зарегистрированных кандидатов хотелось бы услышать рациональные предложения о будущем Алтайского края, чтобы выборы превратились в дискуссионную площадку по обмену мнений о развитии нашего региона. Из Барнаула на линию соприкосновения партию уникальной защитной экипировки отправили нашим разведчикам. Амуниция способна скрыть бойца от тепловизора, повысив преимущество в бою. Противник не сможет заметить даже целую разведгруппу в засаде. А все благодаря спецткани, технологии изготовления которой разработали у нас в Алтайском крае. Аналогов в стране ей пока нет. В чем ее особенность и как сами бойцы оценили такую экипировку, узнаем далее. Почти год разработок, перешивов и испытаний. И все, чтобы укрыть бойца от врага. Форму-невидимку разработали на барнаульском предприятии НТО «Лазер». Она экранирует инфракрасный свет и делает бойца практически незаметным для тепловизора. В составе несколько слоев особых материалов и пропитки. Реализация идеи потребовала серьезных усилий. Разработчики купили высокоточный тепловизор и сами тестировали костюмы в лесу и на полигонах. Добивались того, чтобы он был легкий, не жаркий, чтобы он вообще не грелся. Его не видно будет через тепловизор, который установлен хоть на прицеле снайперском, либо на беспилотнике, либо на дроне. Депутат Госдумы Александр Прокопьев лично убедился в защитных свойствах продукции НТО «Лазер» и подписал договор на приобретение сотни костюмов для разведчиков на 2 миллиона рублей. Сегодня он вместе с командиром и старшиной разведроты прибыл на предприятие, чтобы передать амуницию для алтайских бойцов. Штурмовые мероприятия предусматривают скрытные подходы, поэтому проводились отвлекающие маневры. Но я думаю, с данными костюмами будет намного проще. Сначала было пончо с капюшоном, потом придумали гамаши, чтобы боец не оставлял тепловой след. Сейчас это полный комплект – штаны, верх, перчатки. Пончо можно использовать как палатку или накидку на технику. Также материал хорошо сохраняет тепло и защищает от морозов. Сейчас предприятие разработало летний вариант. В нем будет не так жарко. И что очень важно – материал бесшумный. Действительно, существует расхожее мнение, что русские изобретательны, умны, но свою идею довести до реализации не способны. Как мы видим, способны. И уже сейчас научно-техническое объединение «Лазер» и производит, и передает на свои защитные костюмы нашей армии. И я хочу выразить искреннюю благодарность и авторам изобретения, и тем, кто тестировал эти костюмы. Пока эти костюмы выпускаются небольшими партиями и доставляются на передовую через благотворителей и волонтерские организации. Но предприятие уже получило сертификат Минобороны РФ, что позволит расширить производство до 10 тысяч штук в месяц, а также создать большие накидки на танки и другую технику. На мой взгляд, то, что мы делаем, на самом деле спасает жизни, спасает здоровье и может каким-то образом влиять на результат, к которому мы идем. Ну, то есть непосредственно на результаты своего. Мария Мацеба, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайская машиностроительная продукция покоряет Индию. Сегодня в Азиатскую республику отправился первый фотосепаратор местного производства. Такая установка позволяет очищать от примесей до 10 тонн сыпучих продуктов в час и потому весьма востребована на мировом сельхозрынке. Так, наши фотосепараторы сегодня покупают три десятка стран. Завод, где их производят, на днях посетил губернатор края Виктор Томенко. Он пообщался с коллективом, узнал о дальнейших планах завода и о том, в какой помощи он нуждается. Подробнее в сюжете. Цеха с лазерными станками, автоматическое управление и умные машины, способные обрабатывать агрегированные данные, задавая алгоритмы. Вот такое современное производство гордость отечественного машиностроения. И не где-то в центральной части России, а прямо в сердце Алтайского края. Компания Сесорт свою продукцию фотосепараторы до сегодняшнего дня поставляла в 29 стран. Для этого завод отстоял себе в жесткой конкурентной борьбе, как на европейском, так и на азиатском рынках. И вот очередное расширение географии поставок. Индия. Сегодня туда отправили первый алтайский фотосепаратор. Он будет очищать от примесей до 10 тонн риса каждый час. Аппарат полностью готов к отгрузке. На следующей неделе мы его передадим в транспортную компанию. И примерно через один месяц дилер получит это оборудование на территории Индии. Дальше наша команда приедет, обучит его работать с оборудованием, обучим его специалистов. И начнем полномасштабную работу по продвижению нашей продукции на территории Индии. Потенциал развития барнаульского предприятия оценил на днях губернатор края Виктор Томенко. Он пообщался с коллективом, узнал о дальнейших планах завода и пообещал при необходимости помочь с решением вопроса по расширению производственных площадей. Мы тут не особенно стесняясь заявляем про то, что кормим не только себя, но и всю Сибирь. А на самом деле всю продукцию нашу знает практически вся страна. И в сельском хозяйстве успехи за последние годы у нас большие. Ну, соответственно, и продукция ее переработки, и пищевка. Все это у нас сегодня все развивается, развивается, набирает обороты. Тем более, что кое-где здесь надо сегодня решать вопросы импортозамещения и обеспечивать продовольственную безопасность. Виктор Томенко отметил, компания – отличный пример того, что при желании предприниматели и бизнес способны найти свою нишу и стать лидером в ней. Благодаря таким предприятиям, подчеркнул губернатор, Алтайский край может сам стать лидером российского машиностроения и регионом, где создаются сотни и тысячи высокооплачиваемых мест. Елена Макаренко, День с толком. В Барнауле начали сборку трамвайных рельсов, которые перенесут на обновленный мост на новом рынке после открытия. А это случится уже в ноябре. Специалисты занимаются этой работой, чтобы ускорить ввод путепровода после окончания строительных работ. Подробнее далее. Над вводом отремонтированного путепровода на новом рынке работают не только строители. Это специалисты Горэлектротранса. Прямо сейчас, в конце июля, они приступили к сборке рельсов, по которым будут ездить трамваи на обновленном мосту. Это делают для того, чтобы максимально ускорить запуск движения на путепроводе. Мы сейчас комплектуем звенья для того, чтобы обыграть время, когда будет готов путепровод, у нас уже к этому времени должны быть подготовлены звенья по рельсу шпальной решетки. Напомним, в апреле этого года на Горэлектротранс поступило более двух километров рельсов марки ТВ-62 для изготовления новой трамвайной линии. Их приобрел подрядчик Барнаульской ДСУ номер 4. Саму сборку начали недавно, а завершить ее планируют уже в августе. Затем готовые конструкции доставят на объект и начнут укладку. Мы должны собрать порядка 70 звеньев. Материал основной на базу завезен. На сегодняшний день 20 человек работают, задействованы на предприятии. К этому моменту рабочие смонтировали на мосту первую 48-метровую балку пролета между третьей и четвертой опорами. Для того, чтобы установить огромную конструкцию, использовались два крана. А чтобы завершить сборку пролета между третьей и четвертой опорами, нужно смонтировать еще пять таких балок. Это планируют сделать за месяц с небольшим. По словам подрядчика, работы идут по графику после окончания реконструкции. На путепроводе будет по три полосы в обе стороны. Две трамвайные линии и широкие пешеходные тротуары. Дмитрий Дроздов. День с толком. Иткульский спиртзавод организовал праздник в родном селе и наградил своих лучших сотрудников. Мероприятие приурочено к юбилею старейшего завода, 155-летию. Полтора века на масштабном предприятии свято чтут традиции и технологию производства солдового спирта и напитков на его основе. Подробнее о градообразующем предприятии расскажет Валентина Аскерова. Музыкальные, танцевальные, развлекательные программы для жителей и гостей села Соколова. Несмотря на дождь, поздравить друг друга с важным событием, юбилеем завода пришли сотни человек. Юрий Владимирович Белоусов, электрогазосварщик ремонтно-механического участка. Это моя дочь продолжает. Праздник, что для вас? Ну как, ну как написано, это наша жизнь тут живет. Молодцы, друзья. Мы приветствуем Марию Леонидовну Богомолову, машиниста, расфасовщик. Среди присутствующих 90% сотрудники завода. Из 350 почетных грамот удостоились 78. В этом году они особенно отличились. Друзья, прошу на сцену главного инженера предприятия. Они лучше по производительности, они лучше по профессии, они лучше в работе, в отдыхе, во всем. Они кто-то работают дольше, кто-то меньше, кто-то активнее. Но это люди, которые достойны сегодня, чтобы их почествовали. Эмоции, конечно, только положительные. Я рада, что я работаю на таком предприятии. Я очень благодарна людям, которые мне помогают. Меня наградили за хороший труд, я думаю. И надеюсь, что наше предприятие будет процветать. Праздник посетил специальный гость – начальник Алтайской пищевой промышленности. Он поблагодарил руководство завода за то, что им после банкротства в 2019 году удалось вернуть предприятие на нужные рельсы. 155 лет – это на самом деле большая дата. Это история, это традиции, которые на предприятии сохранились с момента открытия. Это династии работников, которые работают на протяжении почти всей своей жизни. Развлекательная локация на празднике была и для детей. Ребята всех возрастов пробовали себя в роли портных, мастерили костюмы из картона. А вечером для всех жителей и гостей прогремел эффектный праздничный салют. Такую разнообразную программу подарило руководство своим сотрудникам, которые за дня в день производят солодовый спирт, причем по старинной дедовской технологии, путем проращивания зерна. Мы используем комплекс ферментов, которые получаем из пророчного ячменя, пророчного проса. И далее, смешивая это издробленное зерно с воды, получаем солодовое молочко. Тем самым это гарантированно натуральный, экологически чистый, честный продукт, который получен без какой-либо химической, давал химических каких-то компонентов. Сегодня сотрудники завода производят почти 800 тысяч декалитров спирта и 400 тысяч декалитров водки. Продукция, проверенная столетиями, пользуется спросом у россиян, у жителей ближнего и дальнего зарубежья. Валентина Аскерова, Андрей Сигаев. День с толком. Якутия, Хантамансийск, Томск, Новосибирск, Барнаул. Представители такой обширной географии встретились в одном месте, в одном из сел Алтайского края – Киприна. Людей объединило одно – любовь к сыру и желание получить гастрономическое удовольствие на фестивале «Как сыр в масле». Как прошел праздник вкуса, расскажем далее. За гастрономическим удовольствием в эти выходные ехали в Киприно. Уже второй год местный фестиваль «Как сыр в масле» собирает тысячи человек со всей Сибири. Для них организаторы готовят самые отборные вкусы. Так и в этот раз. Гостям представили твердые, рассольные, мягкие, плавленые, копченые и даже авторские сыры. Я надеюсь, что здесь вкуснее, свежее, по крайней мере. Скажите, откуда приехали? Из Парнаула. А ребятишки с Хантамансийска? Хорошо, все понравилось. Ксюша, ты готова зажигать? Зачем вообще приехали? Там, там, внимание, все. Интересно, очень интересно. Новосибирск. Такую дальше, да, придачу. А куда деваться сыру? Сыру хочется. Кто-то приехал любопытство ради, а кто-то целенаправленно сравнивал. Искушенные гости придирчиво подходили к фестивальному меню. Я попробовала сливочный, Маздам и брынза. Своеобразный вкус соответствует. Все мне прям очень понравилось. Отличается от магазинного? Есть отличия. Я нашла. А поделитесь такими вкусовыми своими? Ну, понимаете, оно здесь как-то более выраженный вкус. Вот в магазине берешь, он вроде есть вкус, но не так выражен. А вот здесь мне больше понравилось. На Алтае проводят немало гастрономических фестивалей. Наш регион славится вкусовым разнообразием, в том числе и сырным. К слову, наш край входит в топ регионов по производству сыра и сырной продукции. Мы сегодня занимаем второе место Российской Федерации по производству. Поэтому, в принципе, ежегодно мы вырабатываем около 100 тысяч тонн сыра и сырных продуктов. Поэтому этот уровень из года в год, он либо одинаковый, либо чуть-чуть превышает прошлогодний уровень. Мы сегодня до 80% сыра вывозим за пределы края. То есть реализовывают по всей Российской Федерации. Немалый вклад в производство сыра делает и местный завод села Киприно. В 2022 году здесь разработали козий сыр. А в этом работают над созданием медового. Какая-то изюминка есть у кипринского сыра? Изюминка всегда есть. Мы над этим работаем. Ежегодно мы разрабатываем новые виды сыра. Мы не боимся экспериментировать. И у нас это получается. Для Шилоболикинского района сырный фестиваль – одно из ключевых мероприятий года. Через него о территории узнают и в крае, и даже в Сибири. Одна, наверное, из основных целей – это все-таки привлечь внимание к району нашему. Он красивый, он перспективный, он развивается, расцветает. И вот такой формат фестиваля с привлечением большого количества производителей, я думаю, что только усилит интерес к району. Гастрономическая форма проведения сейчас на волне. Мы сегодня определим вкус нашего фестиваля, какой он будет – российский, голландский, швейцарский. Но кроме дегустации и покупки сыра, отдыхающие могли поучаствовать в мастер-классах, выставках, играх, спортивных состязаниях. Гостями сырного фестиваля стало несколько тысяч человек. Все понравилось, все хорошо, все интересно. Что ожидаем получить? Позитивные эмоции. Идем, уже настроение поднимается. Попробуем сыры. Не все мы пробовали на дегустации сегодня, попробуем. Удивил воздушный шар. Вот прям вообще эмоции зашкаливают. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. А мы решили узнать у барнаульцев, как они относятся к праздникам в городе. И всегда ли для них праздник – это концерты и массовые гуляния. Свежий воздух. Самый хороший праздник. Свежий воздух и фрукты. Ну, море по возможности. Мне понравился День России. Классно сделали на аллее праздники. И, наверное, мне нравится, когда делают какие-то праздники. Допустим, День красок. Ну и так далее. Нас приучили в школе. Попробуй не сходи на праздник. Накажут. То есть с удовольствием мы там на парад всегда. Это прям плакат в руки, все вперед. Нас приучили. А сейчас иногда, если свободно и желание есть, и чувствуешь себя как-то в тонусе. Ну, что в тонусе и на праздник ходить. Вот на роликах ездить, что вынослись была. Иначе с молодыми конкуренции никакой. Нравится, что здесь благоустроили все. Да, надо возвращать все вот эти, которые были у нас. И парки, и культуры, ну, зоны отдыха. Чтобы общались все. И старый млад, как говорится. 5-0. Футболисты «Динамо» Барнаул в сухую разгромили молодых соперников. Дублеров Тольяттинского клуба «Акрон», которые впервые играют в профессиональном футболе. А самому старшему из соперников 20 лет. Все эти факторы привели к тому, что «Динамо» по-хозяйски обыграло гостей. И первый гол забило уже на пятой минуте. Ну, «Акрон» уже пороху понюхал. Однако все равно ошибки есть. И вот одна из них. И сразу удар поворотом. И под перекладину мяч залетает. 1-0 Игоря Абрамов. Два месяца мы существуем. Да, можно сделать какой-то вывод о том, какой у нас, как мы прогрессируем в тренировочном процессе. Но матчи с мужскими командами показывают, что на сегодняшний день наша команда не готова, не готова оказывать сопротивление. Просто более сильным физическим игрокам. Игра, в принципе, удалась. Хорошо, что забили быстрый гол. В принципе, могли сразу закрепить успех, но не получилось. В принципе, много удалось. Но и много видно, что еще над чем есть нам работать. Есть над чем работать и молодежи. За матч они создали только пару острых моментов. Следующую игру второй лиги «Динамо» проведет в Екатеринбурге против «Урала-2» 6 августа. А второго числа сыграет с барнаульским темпом в рамках 1-256 финала Кубка России. На этом у меня все новости. Смотрите нас на «Два со второй кнопки» в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok